Ну ты езжай, и я разберусь с ним, а? А сколько плачешь, что я этого не видел? Ну, смотри, как я струю брошаю. О, супер, здравствуйте. Что ты здесь забыл? Здорово. О, здорово, еще раз. О, ты, здорово. А ты что тут? Да я ездил спрашивать, нас для чего отвезти, провести, а там что-то вообще как-то пустынное, одни алкаши сидят. Да? На улице, ага. Понял, понял. Вообще никого. Ой, ну тогда я сейчас заеду, возьму себе попить, поесть. Есть информация интересная. Так. Сколько плачешь? Хитрец. Доллар. Окей. Я когда из этого выезжал, из Стамбулу, да, я этого встретил, Купера. Держи. Спасибо. Так, ой, сейчас. Курцакой не хочет. Что? Я не знал эту информацию. Решил, пригодить с собой путь. Так. Вот. Он опять куда-то в сторону станции поехал, вот. Он сказал, что он там где-то палатку разбил. А это не он попросил тебе, заплатил тебе деньги, чтобы ты мне сказал, чтобы я туда понаветался? Нет. Не-а. А я знаю, когда мне люди врут. А я братья вообще не ему не рассказал. Я знаю, когда мне люди врут. Он сказал тебе, он заплатил тебе деньги, чтобы... Нет. Нет. Слушай, если бы он мне заплатил, то это был бы наверняка доллар, я бы с тебя потребовал больше, правильно? Правильно. Наверное. Угу. Но я так и понял, что он рядом с Бенедикт Пойн, где-то живет. А он не сказал, где именно? Не-е. Зачем он, в принципе, тебе сказал, что поедет туда? У-у-у. Не знаю. Я когда выезжал, я у него спросил, а ты куда-то от станции ты поехал? Угу. А он мне говорит, да я там, это, палатку разбил. Угу. Слышишь? Ага. А я и говорю. А, так. Показалось мне. Ага. Я говорю, молоко у вас просроченное, ну и блевал потом три дня, прикинь. А-а-а. Ой, да, да, сейчас немного покручивает. Что-то будет, там, не один покорейщик этот. Что покорейщик? Ну, который молоко мне это продал. А-а-а. Испорченное. Потребуй деньги обратно? Кстати, да. Эй, дед. Эй. Ну-ка, шлезь. А-а-а. Говнюк. Слушай, я же тебе даже не попал. Мне кажется, у него инфаркт. Кажется, у нас страха. Вот, что прилетит. Да? Ну, да. Я и стреляю-то не очень, но я и стрелял специально. Ну, повыше. Ты меня чуть не сбил. Смотрите, сзади. Медведь. А ловко это он. О, ты не повелся, да? Да. Ну, ты не даешь, конечно. Ты че? Просите, я. Дубина. Мол, что моя повозка. Чего? Это моя повозка. Обознался. Думал, моя повозка. А-а-а. Слушай, я старая голова. Обознал, что моя стоит дома там. А ну-ка, давай сейчас мы с тобой поговорим. В другом месте. Что вы делаете? Отвезу тебя... к шерифу Мармадину. Нет-нет-нет, не надо. Ты психи. О, нет. Так, ну ты езжай, и я разберусь с ним. А сколько плачешь, что я этого не видел? Что я преступника веду не сук шерифа Мармадина? А, он же противовольный. Ты что, он тебе хотел украсть в твою повозку? Эх ты, да, извини. Я неприступник, нет. Ты, конечно, москвист. Давай я его бесплатно на телеге довезу. Давай. Нет, я сам. Зачем тебе отвлекаться? Пустите. Дай паку с водой. Да, да, да. А шляпы ему не нужны. Я старый. Нет, не нужна же шляпа ему. Я старый, я обожнался. Пусти меня. Ты откуда будешь, дед? Я из Армадила. Из Армадила? Да. Отпусти меня. Что знаешь про белых колпаков в Армадиле? А, все знаю. И где они еще есть там или нет? Что? Они там еще есть в Армадиле или их мексиканцы в мире есть? Есть, конечно есть. А как же с ними мексиканцы здесь теперь уживаются? Ну, мексиканцам плохо. Они не знают, кто есть в белых колпаках. А вот мы, как я, тоже белый колпак. Да, правда? Да. Мы нам не нравятся. Мы тайно собираемся. Сожрали шаревский офис в тамблвиде. О, ничего себе. Это вы были? Да. Ого. А вы... Где собираетесь? У вас есть тайное место встречи? По-разному. Нам приезжают, сообщают наш главный. А кто у вас главный? Они ходят в черном. Мы даже не знаем, как их зовут. Вы сказали мне, к шерифам поведете. Я наврал. Ага. За что? Ну, рассказывай, где у вас гатлинг теперь спрятан? Я не знаю. Я ничего не знаю про гатлинг. Честно. Это шериф Армадилла. Они куда-то спрятали. Где? Где гатлинг? Так? Ну? Вообще у меня? Да. Это шериф Армадилла и помощник. Я клянусь, я не знаю, на чему про гатлинг. Где гатлинг? Я не знаю, честно. Я не могу знать. Меня не было. Я тебя сейчас пристрелю, и ты будешь валяться здесь, и тебя будут жрать стеребятники. Я не знаю, где гатлинг. А что ты знаешь? Я куда-то шериф Армадилла спиздил, убрал, спрятал. Я не знаю. Я не знаю. Тогда что ты знаешь? Расскажи мне полезную информацию. Так. Сколько у вас еще Армадилла белых колпаков? Я не знаю. Человек 20, наверное, 25 еще. Они прибывают к нам, приезжают люди из других штатов. У нас цель, мы хотим, мы мечтали всех разу захватить на Остин и потом пойти на Мексику. И мы не остановимся. Они в нас все больше и больше. Грядет война. Вы, наверное, афроамериканцев убивали и выгоняли из Армадилла, верно? Этих вот, да? Да, да. Я лично убил, я лично убил около 20 афроамериканцев своими руками. Клянусь, даже скальп снимал со многих. Одного я запомнил хорошо. Да. Он крышал, Рейбор, я не хочу убирать. Рейбор, я не хочу убирать. Это было Армадилла. Какой афроамериканец. Мы его вздернули, чем Армадилла. А мне сказали, что его застрелили. Стой, не бей. Значит, мне наврали. Мы его пытали долго. Вожили голым по всему Армадиллу. Он страдал. Просил о прощании. Мы не убивали его. Хочу не сладиться моментом. Рейбор? Откуда фамилия Рейбор такая? Откуда ты знаешь ее? Я не знаю. Я где-то услышал у кого-то. Он бы не назвал свою фамилию здесь. Нет, ты не молодец. Ты не молодец. Ты не молодец. Убил, значит, афроамериканцев. Один доллар. Да. Белый колпак, а бедный как... Помойная собака. Это для лошадки я возьму, конечно. Опа. Это я. Знаю, что большинство людей смотрят видео без подписки, поэтому прошу, пожалуйста, ребята. Подпишитесь на канал, поставьте лайк и оставьте комментарий. Будет приятно. Я же стараюсь как бы, ага. Другое место не нашел, чтобы поставить? Это моя конюшка. Мой костер. Ну ладно. А ты что, хотел себе приготовить что-то? Да нет, хотел посидеть здесь, отдохнуть, посмотреть на... Ну, смотри. Как я струю брошаю. Не боишься, что тебя... Господь накажет за то, что ты ссышь туда, где готовят еду. Тебе в там был вид с таким разговором. Ну, просто говорят, плохая примета. Хуемета. Тоже верно. Хорошо. Ладно, давай, мужик. Давай, давай. 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 Another day? Зароа. ну и куда вы ушла твоя лошадь неужели не мог воспитать нормально чтобы она не бегала тоже мне как бой здорово слушай мне нет времени что смеешь меня кипец тут нас сегодня чаще часто судьба сводит да вот еду обратно хотел остановиться здесь перекусить где-то слышал хорошо что там никогда не ел и ем где-нибудь поблизости видал смотрел что ли не хочешь поесть есть но не только не в доме не здесь где-нибудь это жарко есть но у меня есть у тебя есть что поесть что там а ну да что было жарко надо надо телегу развернуть о хороший мысль как тебе идея брать плату за тенёк от телеги ну вот как только я отсюда уйду тогда начинай уже брать ладно а вот это придумал кстати могу нужно морковка конем твоим у давай не страшно любит морковку 15 центов оплата за тенёк бартер и кто еще не берешь за оплату а я вот решил прямо сейчас одна морковка один тенёк когда получает на морковку туда давай держи как телу же зовут destruction 2 это на латыни мне мать врач это соображает ты соображаешь что-нибудь в врачевании ну так это зашивать могу я как бы меня это зашивать то я могу а вот раны открытые не очень приношу поэтому не сошлось понял не сошлось да не сошлось что-то остановился опасать остановился допасать и это оси вылетают над подбивать иногда старая паузка поменяю я вот хочу там это там был виде мне шериф сказал что там повозка моего отца стоит ага я хотел ее запрячь у тебя отец там был вида да и он с этого можно сказать округа как понимать рассказывал я мало чего не знаю то что мне мать рассказывал немного и жители там будет и где он сейчас в лучшем из миров бордере сен-дени они он застрелился на горел тогда он в аду уже застрелился я не думал об этом нужно молиться о нем чтобы он был шанс него попасть обратно туда лучшие из миров ю мои о а там шериф по совместительству этот священник надо у него будет это спросить а этого купера кстати там был и не видел а и что он не знаю он с каким-то мужиком с лопатой пошли клад искать что ли я так не понял карту какую-то вроде за 3 баксов это все чем у пера нет купера этому мужику с лопатой и знаешь куда не поехали я не смотрел просто слышал какие слухи про купера ходит что он этот поклоняется там с люциферу вот это всему не а не слышу ну вот говорят да и вдруг он этого человека захотел куда-то заманить чтобы его куда-нибудь что-нибудь сделать чего себе не знаю ю мою на чем плохой человек ну слушай не знаю так люди говорят конечно но если надо ты запомнил как того с лопатой зовут не лаил кайл то ли о ну да что-то то ли кайл то ли лаил что-то такой я еще подумал кто там лаил она сама же много ездит у ездит выходит на на вы жарище сегодня тени жар кто-то ну что поделать снять например я же снял я уже привык они тут слишком жарко стало решился вот еще оси подбивал ладно поеду я куда ты дальше да проедусь посмотрю что муж кому помощь нужно давай 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 как тебя звать а точно жон что-то там свонсон ага свонт о точно и спасибо за информацию которую сэр добрый день о мистер black вы так быстро пронеслись я даже не понял что это вы а я вы переоделись в свежую рубашку и тоже вас не узнал наконец-то решил вытащить свой праздничный жилет а у вас есть повод нет просто я его очень люблю понятно понятно вы направляетесь за травами вармадива хочу продать пару настоек понял понял я вам скажу по секрету вармадива недавно умер шериф и теперь я могу туда спокойно съесть шериф умер ничего себе какие-то как-то ладно раз уж мы с вами работаем на одних людей то я думаю вам тоже стоит знать потому что я честно говоря еще не определился в общем шрифт там был вида вчера спел со самодельцами и решил выпасть у варга шерифа армадива он же на варга работает сам он решил у него украсть шерифа вам об этом и говорю что он решил спеться самодельцами выпить шрифа насколько я знаю шриф армадива поэтому все равно погиб не знаю правда как шериф там был виду вроде как был в маске его опознать не должны были а вы откуда знаете что это что он выкрал потому что у нас не вчера было что-то вроде небольшой сделок неважно какое-то правда неважно я искал мелочи я поймал его на лжи после чего он поняв что я поймал его на лжи рядом с церкви он завел мне небольшой сарайщик там наставил у меня свою смолку и начал допрос о вы чудом лучше вы оказались видимо я заговаривать вот мы с ним так поговорили в итоге даже я на него немножко поорал что я правда делаю премьер ветер но мистер упеки имеет приятно вывел от и своих представляю в общем-то упекер сейчас хочет чтобы я как бы продолжал работать на варга но при этом ему рассказывал о всех ходах мистера варга за что вот так и обязался мне платить я конечно согласился второй выход этот только уехать из города там был само собой конечно какие-никакие конечно конечно но я все-таки думаю может быть ближайшее время в общем ладно посоветовать миру япон как вы вообще думаете стоит ли об этом можно знать мистер варга учитывая то что там был вид постоянно подвергается нападкам колпаков и ничего не может с этим сделать а варга распотрошил жену на глазах у мужа и оставил ее так умирать я думаю вам лучше рассказать это варга чтобы не оказаться на ее месте удивительная вещь но вчера у пекера разговаривал с главным из колпаков вы когда-нибудь видели этого главного нет он носит черную мантию черный колпак футбекер вчера с ним мило беседовал у церкви никогда не думал что это случится но почему-то там с ним разговаривали вот пекер сходит с ума получается возможно я уже вчера сказал что он кусает руки которые его кормят но нет мне кажется как раз рассказать варга это самое верное решение иначе если он узнает что вы знали об этой информации ему не сказали боюсь этот шрифт слишком много себе позволяет да 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 кстати говорят что младший роз вроде бы тоже умер умер ну шрифт вчера говорил что да понятно ну значит меньше 1 еще одна проблема про 1 проблема меньше да вы конечно кладись информации мистер black да да согласен согласен я пока что за сегодня узнал что купер найт продолжает про меня раз к расскажу рассказывать всем людям такие вещи и где-то бы снова обосновался рядом с бенедикт point больше я сожалению чудо сегодня не узнал кстати если вдруг вам может быть понадобится или там мистер варгуб аналибус то вот пекера решил перестраховаться и теперь хранит свои деньги в менее надежном месте но в том где никто не подумает куда вы знаете довольно близок был шериф во всяком случае до вчерашнего дня пока не поймал его на лжи так погодите так вот вы знаете где деньги города да и золотой слиток не знаю правда сколько там денег но знаешь что есть золотой слиток может быть мы освободим от этой от этой тяготы там об этом думал ведь деньги то сейчас лежат в церкви церкви ну да видели вот эту церковь да да вот я как раз и думал о том что посреди ночи вряд ли кто пойдет на кладбище поминать и сокши само собой ну в общем раздумайте над этим мысль очень хорошего вы готовы сегодня ночью это сделать прям сегодня уверен нет на самом деле можно завтра тогда он не перепрячет эти деньги знаю что вы знаете вот не знаю вот собственно время это у нас мало может конечно и сегодня попробовать так а он шериф где вдвоем 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 а что нам оставят там взломать замок отстрелить или где он там я видел там на церкви такой жестяной замочек усит боюсь на выстрелы конечно могут избежаться да я тоже об этом думаю я знаете ли взламывать замки не умею да это уже если найдем тихого взломщика то можно попробовать вы не видели молли и ходят вместе с остином в городе вчера была молли в городе а сегодня я даже не знаю кто это сегодня нет сегодня вообще в городе не видел никого из таких запоминающихся личности зеваки буду спит привет хорошо слушайте тогда надо 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 и надо поискать человека надо поспрашивать людей кого я знаю хорошо так давайте этого сделаем по своим следующим образом встретимся у как стемнеет идея можем у метрика если вы думаете на место да давайте метрика да да я пока все договорились я пока появлюсь езжу постараюсь найти людей если найду тогда все отменяется если найдем то сделаем сегодня это все договорились когда встретимся на закате ну подъезжайте как как сделайте свои дела езжайте только ветряку я там я скорее всего буду уже договорились ооо пупер здравствуйте я же не в городе граница по моему да они появляются в городе я же не нахожусь в городе меня не волнует меня волнует только твои действия либо ты едешь отсюда эх мистер купер мистер купер я думал с вами вы все решили уже уезжайте 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 быстрее 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 выжать и уезжать чтобы нас не видели старые знакомые это вы были да я увидел как только в вашем поливике убили только что что вы были на мельнице да а вы видели как на меня ставили ружье да 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 это купер про который вам рассказывал который сады и с этой что это у него на шее женская шарфик какой-то или что не обратил внимание я был оглащён и его дробовиком ваш враг я хочу убить но он не то чтобы мне враг но как раз именно у вас возможность он подъехал слишком незаметно я смотрел город на город а он подъехал сзади и наставил сразу на месту боюсь от дробовика в почти практический упор я бы не смог оправиться вполне вероятно 1 зато эти знаю как выглядит да как ваши успехи еще раз здравствуйте такой тут сэр сэр проезжайте прожить 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 как ваши успехи пока не как ну давайте вам расскажу информацию шерифа там был вида работает на варга и более того теперь он хочет убить варга потому что вчера я свой славец ли он работает то какое ему дело вообще но вот поэтому он теперь платит людям за то чтобы они шпионили за варга это понимаю для чего-то это нужно интересно поэтому о том что он работает с варга бить ну вам расскажу следующее что мне я узнал вчера он пытался с армади людьми из армадила выкрасть шерифа армадила который по которого как раз похитил варга вот у него это получилось я так понимаю но в любом случае шериф погиб но с тех пор он тут то есть понимаете человек который работает на варга помогает людям которые хотят у него украсть выкрасть человек и после этого он говорит платить человеку горожайну там был вида то деньги за ради того чтобы он следил за варга и доносил ему всю информацию которую он говорит если это не подготовление к убийству то что это поэтому если вы захотите вы на выйти на варга то следите за шерифом скорее всего он будет с ним встречаться невероятно да тем не менее спасибо всегда пожалуйста информация в наше время стоит дороже чем вода и деньги дороже чем деньги очень вода уж точно так что не судьбами уж там будете ну скажем так я искал купера и нашел его только не так как заходи как мне как я предполагал если наберетесь терпение он явно выйдет оттуда из города да все верно все верно поэтому желаю удачи да благодарю вас и благодарю вас хорошего дня